МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в Урмарском и Янтиковском районах просили с жертвами автоаварии. Напомним, что все они возвращались из Сочи со строительства олимпийских объектов. Машина, в которую перевозили рабочих, на полном ходу столкнулась с фурой. Тяжелые травмы получили шестеро. Десять человек погибли. В деревне, в которых они проживали, сегодня прошли траурные процессии. Горе общее на всех. Траурные венки сегодня появились сразу в пяти населенных пунктах. Жители села Большие Чаки в последний путь провожали четверых односельчан. В районе их знали многие. Два друга Вячеслав и Михаил проживали по соседству и даже учились в одном классе. На заработки тоже уезжали вместе. В Сочи их бригада бывала уже не раз. Постоянно вместе работать ехали. Татарстаны и другие. Заработок. В Сочи они впервые поехали? В Сочи. Не, ехали они. Многие города ехали. Они часто вот так всегда работали, всегда выезжали на работу. Они без работы не сидели. В семье большая опора была. Опора большая была. Многие семьи в этой аварии лишились корбильцев. У кого-то подрастают несовершеннолетние дети. Тела погибших на родину привезли сегодня утром. За ними в Пензу выезжали близкие. Все расходы на перевозку чувашские власти взяли на себя. Родственников раненых, которые до сих пор находятся в больнице, расселили в областных гостиницах. 14 числа вечером организованно отправили. Мы все необходимое на дорогу подготовили. И продукты питания, и воду, чтобы люди как-то могли доехать благополучно. 16, 15 числа, 15 мая все документы были оформлены. Все это время с семьями погибших работали психологи. Жители села они сопровождали и на похоронах. Работать здесь сотрудники МЧС будут до конца недели. Власти республики приняли решение оказать родственникам и раненым материальную помощь. И дано, рекомендовано главам сельских и городского поселения, чтобы в ближайшее время с этими семьями работать, и чтобы они всегда чувствовали поддержку. Почему машина с пассажирами внезапно выехала на встречную полосу, пока неизвестно. Основная версия – водитель заснул за рулем. Он тоже погиб на месте. В Урмарах объявлен двухдневный траур. Власти района отменили все развлекательные мероприятия. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Водитель микроавтобуса, разбившегося на трассе Пенза-Тамбух во вторник, 14 мая, неоднократно привлекался к административной ответственности. Такие сведения предоставила служба судебных приставов. У виновника аварии погибшего водителя имелось более 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Служба судебных приставов проверила водителя микроавтобуса. Оказалось, он злостный нарушитель ПДД. Только за последние два года в отношении виновника аварии было возбуждено 20 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Штрафовался в основном за превышение скоростного режима. На момент аварии владелец микроавтобуса как предприниматель зарегистрирован не был. Перевозил людей незаконно, поскольку лицензию сдал еще в 2007 году. Данифа Тагерова, Республика. Благосостояние жителей Чувашии улучшилось. Тезис подтверждает один из важных показателей. Уровень денежных доходов. А он вырос. Об этом сегодня на встрече с журналистами говорил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Алексей Табаков. Сколько сейчас средним зарабатывают жители республики? Куда и на что тратят доходы? И главное, удастся ли сохранить тренд роста в условиях замедления экономики? Ответы на эти вопросы выслушала моя коллега Ольга Григорьева. По статистике в Чувашии улучшилось благосостояние людей, выросли денежные доходы. Была благоприятная ситуация в экономике, комментирует Минеки. Вот некоторые цифры. 17 407 рублей. Среднемесячная номинальная зарплата в регионе. Номинальная это с учетом налогов и других обязательных платежей. Статисты зафиксировали рост, сравнивая кварталы этого и прошлого годов. А доля тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума сократилась. Сказалось повышение зарплат бюджетникам, поддержка многодетных семей как на федеральном, так и на республиканском уровнях. И эта политика продолжится, заверил министр. Ну а повышение уровня оплаты труда повышается у нас предусмотрено в 4 этапа с 1 января, апреля, июля, и октября. На эти цели в республиканском бюджете запланировано 1,9 миллиарда рублей. О благополучии в том или ином регионе принято судить также по спросу на товары длительного пользования, а их жители региона стали покупать чаще. Почти в 5 раз возрос спрос на легковые авто, в 2 – бытовой мебели, в 1,4 – электротоваров, 1,2 – компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры. Хорошо бы, если в этой статистике учитывалась еще и покупка жилья. Вместе с тем есть еще один интересный факт. В расходах людей уменьшили затраты на питание. При низких доходах оно первостепенно. Подмечено, что в кризис люди тратят на еду больше, экономят на остальном. Какой будет ситуация с доходами, удастся ли сохранить тенденцию роста в условиях тревожных сигналов в экономике, падение объемов производства, снижение цены на некоторые виды продукции – этот вопрос из разряда сложных. Первое полугодие, я думаю, тенденция сохранится. Потому что у всех, в том числе и у предприятий на сегодняшний день, есть финансовые планы. И, соответственно, пересмотр этих финансовых планов будет происходить где-то сейчас в мае-июнь месяц, когда предприятия будут уточнять или заключать контракты на второе полугодие. И, исходя из планируемой выручки второго полугодия, естественно, будут принимать решение о фонде оплаты труда и о прибыли. В общем-то, по многим предприятиям, с одной стороны, у пессимизма такого большого нет. И ответ в основном идет, что, скорее всего, будет снижаться прибыль, а не заработная плата. Ну, не фонд оплаты труда. Между тем, уровень жизни в Чувашии ниже, чем в целом по стране. И это еще одна сложная задача, которую предстоит решить. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Отчет об исполнении бюджета Чувашии 2012 года прошел сегодня через публичные слушания. О том, как работалось главным финансовым документом прошлого сезона, вспомнили депутаты Госсовета, члены правительства, представители общественности Чувашии. Как обычно, слово Министерству финансов, предваряя череду цифр, Михаил Ноздряков отметил, бюджет исполнялся в строгом соответствии с основными направлениями бюджетной политики. 2012 год был для республики очень неплохим. Рост основных показателей даже передел среднероссийский уровень. Промышленное и сельскохозяйственное производство, оборот розничной торговли, рост заработной платы – все с плюсом. Налоговые поступления превысили 5 миллиардов 600 миллионов рублей по сравнению с 2011 годом – рост 20%. Укрепили казну и различные неналоговые поступления. Также в прошлом году был получен грант в объеме 84,6 миллионов рублей в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года по оценке деятельности нашей республики, по деятельности органов исполнительной власти за 2011 год. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года, также в числе 15 субъектов Российской Федерации по оценке качества управления общественными финансами был получен грант республикой в прошлом году 65,6 миллионов рублей. Общая сумма за два года составила 123 миллиона. Бюджет 2012 сохранял социальную направленность – более 60% расходов на статьи «Образование, здравоохранение и социальная политика». Выполнены все обязательства по увеличению заработной платы отдельным категориям бюджетных работников. Также положительно изменилась структура расходов консолидированного бюджета с той точки зрения, что увеличилась доля капитальных расходов. Если в 2011 году она составляла 12,7% в общей сумме расходов консолидированного бюджета, то в 2012 году она составила 16,1%. И в апреле месяце на расширенном заседании коллегии Минфина были представлены материалы, в соответствии с которым Чувашская Республика вошла в число 21 субъекта Российской Федерации, по которым доля расходов превысила 15%. Для сравнения, по России эта доля составляет 13,4%, при Волжском федеральном округе – 13%. Государственный долг по итогам 2012 года составил 10,2 млрд. при предельном размере – 10,8 млрд. рублей. Министр экономического развития промышленности и торговли Алексей Табаков добавил, в 2012 году объемы инвестиций выросли на 106,7%. В реконструкцию старых, строительство новых помещений, модернизацию оборудования в общей сложности было вложено 65 млрд. рублей. Это тоже повысило привлекательность Республики наряду с рейтингами агентств «Мудис» и «Фич». Отчет об исполнении бюджета 2012 года участники публичных слушаний рекомендовали Госсовету Чувашии утвердить отчет об исполнении бюджета 2012 года. Что же касается показателей нынешних, по итогам первого квартала они заметно отличаются. И не в лучшую сторону. Как сложится экономическая ситуация, покажет время. Социально-экономический прогноз развития России уже скорректирован и спущен в регионы. Скорее всего, субъекты также наметят более скромные показатели объемов производства. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Глава Чувашии в составе делегации Приволжского федерального округа посетил ряд компаний в Китайской Народной Республике. Михаил Игнатьев побывал на предприятиях строительной и машиностроительной отраслей. Глава Республики отметил, что экономичные технологии китайских производителей могут быть востребованы организациями строительной индустрии Чувашии. Так же, как и продукция предприятий электротехнического кластера Республики представляет интерес для потенциальных китайских партнеров. Поступили учиться на один факультет, а диплом получили другого. В такой ситуации могут оказаться студенты Чувашского государственного педагогического университета. В ВУЗе произошло объединение нескольких факультетов. Три в одном. Так теперь можно сказать про новый факультет ЧГПУ. Он получил название историко-филологического и объединил себе исторические и факультеты русской и чувашской филологии. Кроме того, факультет художественного и музыкального образования объединили факультеты музыкально-педагогический и художественно-графический. Такие преобразования представители университета связывают с уменьшением числа студентов и необходимостью сокращения управленческого персонала. ВУЗу невыгодно держать такие маленькие факультеты с полным составом руководства. Тем более, что необходимо постепенно повышать заработную плату. Ответственность за повышение заработной платы преподавателей лежит на ректоре. А это необходимо делать за счет либо оптимизации штатных единиц, либо за счет внебюджетных средств ВУЗа. Вот приходится иногда где-то оптимизировать структуру ВУЗа. На студенты, которые учатся, это нисколько не повлияет. Они учились как на свои специальности или по своему направлению подготовки. Они по тому же направлению подготовки будут учиться и дальше. Мы ведь не сокращаем специальности и направления подготовки. Мы только организационную структуру факультета меняем. Впрочем, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Изначально исторический, русская и чувашская филологии были одним факультетом. Разделение произошло только в 1999 году. Ольга Пыречкина, Республика. За неоплаченный штраф должников отправят красить заборы. 9 мая вступил в силу закон, согласно которому должники, не оплатившие штраф вовремя, будут приговорены к обязательным работам. Среди штрафов, за которые грозит отработка, нарушение правил дорожного движения пешеходами, водителями, нарушение тишины в ночное время или за прогулку с собакой без наморника. Для начала человека, нарушившего административный кодекс, штрафуют на энную сумму, оплатить которую он должен в установленный законом срок. Если этого не произошло, на неплательщика подают в суд, который и определит вид наказания за непогашенный долг. Если раньше это мог быть арест до 15 суток или двойной штраф, то теперь суд имеет право приговорить должника к 50 часам обязательных работ. Чаще всего таких нарушителей направляют в ТСЖ или управляющую компанию, где поручают уборку территорий или покраску заборов. Первоначальный долг при этом все равно обяжут оплатить. Отбывать наказание придется как минимум 2 часа в день. Если человек захочет отработать свои часы быстрее, трудовую вахту ему могут предложить до 4 часов. Кроме этого, предусмотрена работа и по выходным, по 4 часа. В неделю он должен отработать не менее 20 часов. Следить за исполнением наказания будут приставы. Естественно, приводить на место отбывания наказания в наручниках нарушителей никто не станет. За уклонение от обязательных работ человеку грозит от 150 до 300 тысяч рублей. 9 мая закончилась Великая Отечественная война, но не Вторая мировая. Мы продолжаем цикл «Родные лица Великой Победы». Сегодня наш рассказ о ветеране, который с Западного фронта отправился на другой конец страны. Владимиру Отнашкину исполнилось 14 лет, когда война постучалась в дверь каждой семьи. Село Батырево постепенно пустело. Работа становилась все больше и больше. Детям в годы войны приходилось особенно тяжело. Они работали наравне со взрослыми. В колхозе мы уже с 1942 года стали ездить в Канаж. Возили зерно туда, на станции Канаж, на элеватор. В 1944 году Владимир поступил в Казанский авиационный институт на факультет самолетостроения. Ветеран вспоминает, как вернулся домой на каникулы и не увидел ни одного своего сверстника. Все ушли на войну. Он решил бросить институт и пойти добровольцам. Приехал домой. У меня такая совесть, что ли, сказать, туда чувствую. Но чувствую, что надо ехать. В 1945 году война на Западном фронте уже подходила к своему завершению. А на Востоке могла начаться в любой момент. Молодой солдат прошел обучение на артиллерийского разведчика. Это была одна из самых ответственных и сложных должностей. На Владимиру Атнашкину это оказалось по плечу. Хорошее знание математики пригодилось для точных расчетов на ведении пушки. На пятый день после отправки на фронт бойцы находились в наблюдательном пункте. В 500 метрах от них затаились японцы. Они открыли огонь. В этот момент он понял, что пора применить свои способности в настоящем бою. Ну, командир дивизиона, он и сказал, что я вам приказываю, вы выполняете мое приказание, вы устал знаете, а потом о моем приказе вы доложите командиру батарееку. Ответственный, конечно, считалось для нас. Ну, я все же сам подготовил, но еще на два прицела прибавил. Это каждый один прицел расстояние 50 метров соответствует. Вот цель. Два прицела, значит, на 100 метров дальше взял я это. И не ошибся. Первый выстрел оказался точным. Японцы затихли. Но не все оценили это. Командир батареи прибежал чуть-чуть, он меня не расстрелял. Вынул этот и на меня это. Я, говорит, тебе как собаку сейчас застрелю. Почему стрелял? Я говорю, мне командир дивизиона приказал звонить к нему. Он не успел звонить, командир дивизиона. Он позвонил опять-таки. Он был очень доволен, командир дивизиона. И потом, значит, он объявил ему благодарность и представь награде. После окончания войны с Японией Владимира Отнашкина направили в полковую школу. Там он проучился 6 месяцев, стал командиром отделения, а потом и взвода. И только в 1951 году в звании старшина вернулся на свою малую родину в Батарево. Годы службы не прошли даром. В течение пяти лет солдат переписывался с молодой девушкой Анастасией из Кургана. Она-то и стала его спутницей жизни. Главным своим богатством ветераны считают детей, внуков и правнуков. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Все звезды в гости к нам. Уже в конце этой недели в столицу Чувашии начнут приезжать участники 6-го Чебоксарского международного кинофестиваля. В этом году в кинофоруме по ожиданиям организаторов примут участие полсотни режиссеров, продюсеров, артистов, киноведов из России и из-за рубежа. 12 конкурсных фильмов, каждый из которых достоин внимания зрителя, поборются за статуэтку Ане в различных номинациях. Кроме официальных фестивальных призов, победителя дожидается и специальный приз главы Чувашской республики за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве. 8 картин включены во внеконкурсную программу «Фестиваль фестивалей», где можно будет познакомиться с кинематографом малых народов. Каждую из работ будут представлять их создатели – сценаристы, режиссеры из Бурятии, Башкортостана, Хантамансийска. Зрительская аудитория кинофестиваля в этом году увеличится за счет жителей Марпасада и Цивильска. Вход на киносеансы по-прежнему бесплатный. Что касается жюри, то в этом году его возглавят актрисы Татьяна Яковенко. Также судьбу фильма будут решать искусствовед Ольга Суркова, индийский продюсер Шарма Пракаш, сценарист и режиссер Олег Ковалов и режиссер Александр Таланкин. Президентом фестиваля вновь станет генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» – кинорежиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич примет участие в церемонии награждения, которая состоится 25 мая. Фильмом «Открытие» на этот раз станет киноработа режиссера Александра Прошкина «Искупление». Торжественная церемония открытия назначена на 20 мая. Фестиваль стартует в кинотеатре «Сеспиль» в 19.00. В ближайшие выходные дни музейные работники отметят свой профессиональный праздник. Международный день музеев празднует более чем в 150 странах. По традиции в этот день многие экспозиции и выставки можно увидеть бесплатно. В Национальном музее Чувашской Республики приготовили свои сюрпризы. К празднику музей и библиотеки всего мира проводят традиционную акцию «Ночь в музее», которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая. В этом году акция посвящена Году охраны окружающей среды, называется «Зеленый фонарик». Чебоксары тоже традиционно присоединились к международному мероприятию и приглашают жителей республики в Чувашский национальный музей. С 18 до 22 часов посетителей ждут развлекательные программы, игры и, конечно же, экскурсии. Откроет программу «Флэшмоб» коллектива Центра творческого развития «Джем». Гостей и акции еще ждут дефилей, викторины, мастер-классы и многое другое. Завершится программа «Файер-шоу». Данифа Тагерова, «Республика». Сейчас весь мир наблюдает за первенством планеты по хоккею. Первой ласточкой, вылетевшей с чемпионата, стала наша команда – Россия. А в два часа дня Надежда еще жила. Россия! Россия! Накал страстей, нервы на пределе – Россия играет в четвертьфинале чемпионата мира. Другими словами, проиграл – поехал домой. Соперник принципиальной сборной Америки. За первые два периода российские болельщики кричали от радости только один раз, в то время как американцы радовались ровно в четыре раза больше. В начале третьего периода Надежда отыграться засияла перед сборной в лице Овечкина. Однако форвард Вашингтон не спас положение. «Мне нравится Овечкин. Я смотрю на Овечкина. Но он сегодня плохо играет. Что-то он какой-то сегодня расстроенный, несобранный, волнуется, наверное». Затем еще одна шайба побывала в воротах соперника. Из наших же ворот ее вынимали за третий период четыре раза. Итог – 3-8. Теперь для России игра действительно офф. Наша команда едет домой. «Может, устали ребята. Многие уже целый год играют практически без остановки. Скорее всего, может, физически и морально тяжело выдерживать постоянные нагрузки. За Швейцарию будем болеть. Нормальная команда, которая без поражений идет». Теперь шанс реабилитироваться в глазах болельщиков у хоккейной сборной представится только на Олимпиаде. Ольга Пыричкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах открылась спортакиада Приволжского регионального центра МЧС России по легкой атлетике. 14 команд из всех регионов собрались показать спортивные навыки. В соревнованиях выступали как известные спортсмены, так и новички. Опытные спортсмены из Удмуртии заняли первое место в забеге на 100 метров. Второе – у сотрудников Нижегородской области. На дистанции 400 метров среди мужчин первое место завоевали пожарные из Татарстана. Второе место заняли хозяева соревнований – спасатели Чувашии. Третьими стали их коллеги из Саратовской области. Первое общекомандное место у спасателей Татарстана. Команда Чувашии заняла четвертое место. На этом у меня все. Вы можете еще узнать, где можно подготовить свою фигуру к пляжному сезону. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Как женщине при современном ритме жизни оставаться в тонусе в любом возрасте? Ответ прост. Тонус-клуб на Приволжском. Сегодня я в новом тонус-клубе на Приволжском. Его уникальность в том, что здесь очень много тренажеров нового поколения. Мне обещали показать и по тренажер, виброплатформу и ваку-степ. Главное отличие всех тренажеров тонус-клуба на Приволжском – здесь нет нагрузки на позвоночник, как обычно при занятиях спортом. Тонусные столы позволяют заниматься женщинам в любом возрасте и с любой физической подготовкой. Роликовый массажер заменяет многие виды массажа. А это новинка – и по тренажер. Очень интересное впечатление. Такое чувство, что я еду верхом на лошади, моя спина прямая, осанка такая гордая. Дальше – виброплатформа. Десять минут занятий на ней заменяет полноценную часовую тренировку. И все за счет разноуровневых колебаний, которые заставляют работать самые глубокие мышцы. Это виброплатформа нового поколения. На ней больше программ и после занятий нет головокружения. Чувствую, что работает все тело. Начиная с лица и заканчивая кончиками пальцев. Знакомьтесь, вакуум-тренажер. Тоже нового поколения. В нем создается пониженное давление. За счет этого ускоряется процесс сжигания жира именно в проблемных зонах. Уменьшается объем живота, ягодиц и улучшается состояние кожи при целлюлите. А теперь в релакс-зону. Здесь многие клиенты засыпают. И не случайно. После массажной кровати с прогревом проблемных зон полное расслабление. В релакс-зоне тоже много новинок. К примеру, вот эти профессиональные лимфодренажные штаны. В них за один сеанс вы пройдете пять видов массажа. Сейчас я убиваю сразу трех зайцев. Мне будут делать массаж ног. Я одела лимфодренажную куртку. И еще сейчас я одену лимфодренажные очки. Это новинка, которая убирает мелкие морщинки, мешки под глазами. И, говорят, даже улучшает зрение. Занятия на тренажерах и массаж хорошо сочетать с инфракрасной сауной. Во время сеанса прогреваются глубочайшие слои кожи, мышцы, выводятся токсины и шлаки. А еще просто приятно. Релакс с цветотерапией. Последняя новинка в тонус-клубе на Приволжском – это солярий нового поколения. Аналога ему нет в Чебоксарах и в Казани. В России таких солярий всего 20. Загорать в нем можно не больше 8 минут. Средний сеанс – 5 минут. В нем есть аквабриз, ароматерапия, лифт для равномерного загара и лампы высокого давления для лица и декольте. Тонус-клуб на Приволжском ждет вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова